Здравствуйте, дорогие друзья! Не прибавляйте к этому и не убавляйте. Слова нашей недельной главы. Спрашивает Раф Яков Галинский. Понятно, почему нельзя убавлять от Торы, но почему, если кто-то прибавит, что тут страшного? Есть много ответов на этот вопрос, но вот Магид из Дубна рассказал такую короткую притчу. Рю Вен был, который просил Шимона отдать взаимым большой молоток на неделю. Он отдал ему. Через неделю он вернул молоток, а вместе с ним еще один маленький. Удивился Шимон, говорит, что случилось. Он говорит, что очень просто, большой молоток родил маленький, спасибо, твое. Ну, обрадовался Шимон сильно, молоточек родился, расходов никаких. Замечательно. Понравился ему этот человек, теперь он понял, что стоит одалживать Рю Вену. На завтра стучит Рю Вен и говорит, дорогой друг, можно ли мне у тебя пилу взять? Ну, конечно, возьми. Он дал пилу через неделю, вернул ее еще маленькую пилу. Он говорит, слушай, а что это? Он говорит, ну, родила пила, я тебе и вернула, это твоя. Думает, какой честный человек. И вот теперь он все, там уже радуется, здоровается с Рю Веном. И ждет, когда он у него попросит, там, может, какой-нибудь часы золотые или кольцо какого-нибудь жены есть бриллиантовое. И вот настал день. Утром в пятницу Шимон увидел Рю Вена и говорит, слушай, одолжи мне, у тебя есть два уникальных серебряных подсвечника. Говорят, что работы невероятные. Можно мне одолжить их на шаббат? Мне очень нужно. Тут думают, шикарно, на следующий день у меня будут еще два подсвечника и два маленьких. Это вообще и жена будет довольна. И я побежал, убедил жену, что надо дать, потому что увидишь. В общем, прошла суббота, воскресенье, понедельник. Встречается ли на улице, Шимон говорит Рю Вену, ну, как прошла суббота? Все хорошо, тут хорошо. Слава богу, тебе уже подсвечники не нужны. Тут говорит, знаешь, случилась неприятность. Он говорит, какая? Я увидел в конце субботы, что подсвечники как-то неважно себя чувствуют. Ты хотел вызвать врача, да, но они оба умерли еще до того, как я успел их вызвать. И так что мне нечего тебе возвращать, к сожалению. Погребение было в ту же ночь. Ну, Шимон засмеялся, говорит, ты что, вообще издеваешься? Подсвечники умерли. Как такое бывает? С какое-то времени подсвечники болеют. Верни меня немедленно. Тот говорит, что ты кричишь, умерли? Тот говорит, ты врешь, подсвечники не умирают. Тот говорит, дорогой, подожди. Месяц назад, когда молоток родил молоток, у тебя не было вопросов. Когда пила, родила пилу. А тут, понимаешь, какая мораль этой притчи великого Магида? Творец приказывает нам в своей Торе, не прибавляйте. Ибо если добавите, в конце концов убавите. Вы не хозяева натуры. Не добавляйте, не убавляйте. Не прибавляйте, не убавляйте, потому что кончится плохо. Вот и вся короткая суть того, когда мы что-то читаем, когда будут какие-то указания. Не надо думать себе, не надо себе придумать разные пути. Все это работает, Бог работает на нас. Потому что он хочет нам как лучше. Написана такая маленькая еще притча. Один человек попросил у Бога цветок и бабочку. И Бог послал ему кактус и червяка. Тот расстроился так. Но прошло время, и из червяка получился великолепная бабочка. А на кактусе великолепный цветок. Путь творца всегда добрый. Даже если нам кажется, нечто другое положить на него написано. Он знает, в чем ты нуждаешься в данный момент. И не обязательно это то, что ты сам себе желаешь. Если не получаешь все, что хочется, не надо сидеть и горевать. Написали мудрецы, ведь сегодняшняя колючка может завтра превратиться в прекрасный цветок. Кроме того, у нас с вами уникальный шаббат. Шаббат Рошходыш. Дословно Рошходыш переводится как голова месяца. Является началом каждого месяца. Этот месяц Элул. Месяц, одно напоминание о котором приводило в три предпонимающих. Прекращались распред, прекращались войны. Люди боялись того царя, который выходит в поле в этот месяц. Творец близок как никогда человеку. И вот он приходит, а ты занят тем, что с кем-то ругаешься. Расскажу быстренько еще одну короткую майсу. Точнее не майсу, а сгулу. Почему следует написано с первого дня, вот как начинается Рошходыш, произносить 27-й псалом Тегелим утром и вечером на протяжении 40 дней. Написано, это облегчает наш приход к суду. Аризаль, великий и шайший каббалист, написал, что в Рошходыш Иллу, это начало месяца Иллы, который сейчас перед нами, Бог протягивает нам розу. Написано, что в каждой розе 13 лепестков. А роза Шевшана, как написано, это тоже 13 медот, качество милосердия. Поэтому в месяц раскрываются 13 потоков милосердия, которые дают возможность человеку измениться. И человек, который читает 27-й псалом, повторяю, с первого дня, 40 дней до дня приговора, очень облегчает себе молитву. Это сказал великий Аризаль, нам, наверное, стоит к нему прислушаться. Брахава Ацлаха, любой шаббат очень главный. Но этот шаббат, о, этот шаббат Шабатович. Поэтому готовимся, радуемся. Брахава Ацлаха, шаббат шалом.